Хорошая новость. Сегодня мы собираемся в филармонию. Бате дашь попользоваться? Бате? Ну да, я твой батя. Нам оформили вот такие билеты. В пинжак. Написано Бетховен. Переодеваю свою кепку гопника. Мастерку гопника. Мы сейчас торопимся, бежим. Чтоб как ушонок не выскочил. С меня начали бесы выходить. Я думаю, что это смысл супружеской жизни. Все портить. Что здесь происходит? Вытерите еще. Вы же слабенькие. Я говорю, ты хотя бы дай. Вытерите. Подождите. Это цветы тебе. Спасибо, Селёша. Спасибо большое. И сонок тебе. Не доставайся. А ты спать ложишься? Нет. А что ты лег? Стань красивая. Давай. Ты же маму поздравляешь. Давай. Пора-пора-пом. Пу! Сегодня с утра проснулись. Артемчик поздравил маму с днем матери. Подарил ей цветочки. Потом я детям говорю, хорошая новость. Сегодня мы собираемся в филармонию. Дети обрадовались. Они пока не знают, что это такое. Да вот еще. Сейчас я вам покажу бинолки. Ага. Найт-вижн? Нет. Ну, ночного видения? Да. За девками подглядывать? Угу. На балконе? Нет. Бате дашь попользоваться? Бате? Ну да, я твой батя. Да. Не, ночью. Не, ночью. Когда девчонки будут на балконе переодеваться. Вот, с этих балконов. Дашь мне, да, попользоваться? Будешь причесываться? Хорошо. Ну конечно. Короче, идем в филармонию, пока у детей хорошее настроение. Тапки кто-то выбросил. Вот, велосипед кто-то перепарковал. Слушай, я думаю, если вот так вот утром, после субботы, каждое воскресенье выходить в 6 утра, то можно много чего интересного понаходить. Ну типа там золото, серебро. Слышите? Что-то, да, тут какая-то филармония готовится. А? Что там? Что? Что сделать? Да, вот что, он подскользнется. Там же скользко. Кто они? А, очки. Очки. Давай, супертрюк. Давай, давай, иди. Я их вижу. Да вон они лежат, я их вижу. Вон лежат очки. Кто-то вышел с ночного клуба, ему дали по башке и слетели у него с глаз очки. И вот они лежат. Только не подскользнись. Ой, ты не намокнешь. Ух ты. Ах ты. А, так они сломаны. Ну ничего. Вау. Это сейчас так модно с одним очком ходить. Да прикольные очки. Хорошее начало дня. Нашли поломанные очки. Артем, а ты всегда на филармонию одеваешь спортивный костюм? Потому что я на филармонию всегда одеваю по спортику. А, к сожалению, мой смокинг, моя рубашечка и галстук лежат в новом магазине, ждут меня, ждут мои покупки. Так что сейчас в Адидасе. Не знаю, я думаю, это Ягуар. Это Ягуар. Да, Ягуар? Ага. Ну что там? Да не, они настоящие. Настоящие. Не. А что, они могут ожить? Конечно. Это статуи, как в фильме Ночь в музее. Они днем спят, а ночью оживают. И бегают по городу. Круто было, прикиньте. Прикиньте. Это я с подписчиками говорю. С выдуманными подписчиками. Прикиньте, если бы все памятники, которые в городе, оживают и, короче, передвигаются по городу, пока они все люди спят. Вот такой гепард, который был сзади. Потом вот такой вот лев. По городу такой кабан 500 килограммовый передвигается. Бронзовый. Вот очередь собирается. Скорее всего, нам сюда будет движение со скрипками, с барабанами, живыми инструментами. Если удастся, Артемчик тоже сыграет. Ну, либо 20 минут мы посидим, и нас просто выгонят оттуда, потому что мы шумные с детьми пришли. Вот и все. Вот такой вот Хозенгартен. Написано «Бетховен» из «Дюс». Короче, зашли вовнутрь, подошли к охране, спросили, к пуду билета, сказали, да, идите на кафу, 10-20 по времени. Нам оформили вот такие билеты. Короче, два взрослых, два детских билета нам дали. У нас еще 40 минут в запасе есть. Классно. Классно, мы едем как будто, да? Куда ты идешь? 23, 24, 25, 26. Сорян. Жан, вы добритесь, посмотрите, может, какой-то буфет работает. Сзади может, 2 часа сеть, он не веселый, он испортит мне весь праздник. Ушить. Тут нет таких маленьких. Готовимся к концерту. Съемка запрещена. Культурные и уважаемые люди, они ходят в масках. Если что. Звучит музыка. Съемка. Продолжение следует... 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 гуляшик ты шо опять машину припарковала на солнце я тебя сколько раз просил машину загоняй в тенек краска выгорит потом за свои деньги будешь перекрашивать вот так сделай женщине подарок мне мне кажется то место возле там где мы только что были в парке она какой-то волшебное особенное именно в том месте артемчик уже второй раз хочет я бы даже не знаю где мы сейчас бы там как ушонок скинули